друзья всем привет всем доброе субботнее морозное утро время 12.40 на улице минус 5 мы с Эмичей приехали в Токмани у нас Милечка в общем они в школе учатся вязать крючком у нас были дома нитки дома от них ли от них ли слышь отвезли отвезли бабушки вместе с крючком но мы когда были в Эстонии с Виталием мы в Абакане кто в Эстонии живет знает что магазин тканей и всего-всего-всего всяких прибамбасов мы купили Эмики крючков аж три штуки по евро 50 но они маленькие для разной вязки да и мы хотим здесь посмотреть крючок побольше размером и нитки какие-нибудь да не очень дорогие чтобы портить не жалко было пушистые нельзя потому что вязать будет тяжело а у нас еще в Финляндии тут такая новость радостная у всех финнов у у финского президента Саули Нинистер родился сын долгожданный малыш у них да это что у него у его и у его жены соответственно вчера эта новость поступила в фейсбук всех их поздравляют и мы тоже присоединяемся мне вообще я очень рада когда у кого-то рождаются дети неважно в каком возрасте потому что многие прикалывали что ну да в 70 лет самое то как раз подарок его инаугурации что его как раз избрали сейчас опять недавно по второму разу по-моему избрали его уже были выборы если я не ошибаюсь я не особо слежу за этим так что если я ошибаюсь ничего страшно правильно то есть я знаю что все равно на на предварительном голосовании все равно он лидировал я думаю скорее всего что он и будет второй срок ну чё пошли гвозди пошли уже у нас в общем вчера все таяло сегодня опять все замерзло захрясло лед везде скользко очень когда был снегопад позавчера вы видели как я в гараже заезжала то есть я подъезжаю к замку открываю ключом эту дверь она начинает ворота подниматься мне не заехать машина начинает буксовать или нашла мою заначку сумки я в общем съезжаю вниз пока я пытаюсь разогнаться ворота закрываются и так раза три еще нет это моя была ты твою уже съела и в общем так несколько раз и потом я решила что я поеду на заднюю площадку поставлю туда машину у нас две парковки но мне туда не забраться не заехать в эту гору снега потому что машина на встает там и все как бы и даже что она высокая вот болтуха то я даже на тренировке сказали язык без костей это не про меня это вот про этого вот про этого пуху и да не забраться далее говорит слышу иди посыпь песочком у нас короче в гараже есть песок не песочек эти камушки что можно посыпать и тогда заедешь юля застряла у нас зима настал причем такая же пурга а он юля стоит короче все машины буксуют никому никуда не въехать и не выехать давно такого не было то есть это второй раз короче уже завалило полностью нас первый раз уже все растаяло но сейчас по кругу то есть уже с утра машина чистила вот смотрите сугроб а снега намело в два или в три раза больше полные снега ну что друг застрял не едет пока юля говорит открывает ворота машина останавливается потом уже с вместо не тронуться сейчас мы ее обманем открою ключами короче оба но в этот день вообще открыли ворота потому что видим ни одна моя проблема была сейчас нормально в общем хватит болтать пошли с нами у нас здесь еще крону колуста у них лопку менты это мебель они у них окра кончается аренда семика осторожно смотрите какой у нас лед везде пошли уже варежки отказалась одевать в общем мы носим эту куртку который нас еще год у нас лежать правильно в общем нашли мы крючки до 2,40 стоит ну конечно другая фирма да их учительница нитки особо не нашли но сейчас пойдем другой магазин в общем 2,40 стоит крючок не особо дорого и спицы в принципе все доступной ценой я почему-то думала что все намного дороже будет может малыша купим нет малыша не купим малыш слишком пушистый знаете как по-фински будет крючок я бы не в жизни догадалась бы вирку кауку вирку кауку в общем ниток подходящих не было потом хрустит чипсами у нее сегодня карки 5 сандру же с утра обедная вчера купила знаете такие фазоровские фазоровский по-моему не милка вру милка палочки как печенье и они в шоколаде они их очень любят и он все бедный не мог дождаться когда наступит суббота чтобы начать их поглощать он уже 8 встал их пошел за ними даже отказался от завтрака но все равно я в нее впихнула завтрак так что мы сейчас поедем еще в гонконг съездим и в наш вот этот вот материал суда в магазине мне надо еще насчет виталинах материалов там кое-что узнать и посмотрим там тогда нитки здесь были но только для вязания маленьким крючком то есть где-то один с половиной до двух в общем эпопея с крючками чувства мне еще вязать придется я попробую твой чипс следующем этап у нас я урок ангас и урок ангас посмотрим там мы посмотрим виталий материал я сама покупать его не буду хотя бы спрошу сейчас опять буду их озадачивать ничего пойдем мучить людей со своими проблемами по-фински нету представляете для бабушек нитки для бабок все пушистые вот столкнулись с проблемой да я привыкла что на старту есть магазин который вот приходишь и там вот он просто 5 специализирован на нитках именно которые для крючка и в любое можно просто выбрать это вот сандр шапочку вязала в свое время что такое то сейчас последний вариант в гонконг если там нету тогда уже либо city market либо при этом она сейчас точно мы не поедем потому что виталий закачивает для вас видео я тогда поеду обратно домой и выложу вам видео и тогда наверное мы тогда с виталий уже поедем когда за продуктами тогда и нитки поищем там тогда уже да в общем мы немножко расстроены приехали домой что не так нету у нас еще второчный заход будет мы сейчас для вас видосик выложим и тогда поедем уже светали наверное искать все эти нитки дай милечка хотите вам кучу покажу включу свет ой извини на статье миле сегодня сама себе прическу сделала зацените это вот у нас финская молодежь вот такие вот всякие непонятные образы любит смотрите да он правда без башки но вот такой динозаврику смотри вот такие маленькие и тут случайно сандр их отнес в школу и они у него там оказались в коробочке с водой и он про них правополучно забыл неделю где-то него там у него лежали да не мог он достать их школе и когда он на них вспомнил они стали вот такими это мой например такими короче они выросли вот такие гигантусы и они растут он сказал что они растут еще больше да сандр они вырастают еще больше и у нас теперь эти динозавры штук 20 всегда замочены в воде в ванне они у нас растут они у меня все эти дни стоят да и самое интересное что когда ты вы его вытаскиваете он как бы вода у него испаряется с него он опять маленький становится да и обратно его ложите он опять растет у нас только один такой динозаврик одного цвета и такой один белый да ну и вот такой крючок я взяла мили это у нас пятерочка ведь он такой большой а в эстонии я купила вот таких вот маленьких крючочков по евро 20 они были эти вообще по евро 5 но здесь 240 он стоит я беру алюминиевые железные чтобы они были надежны но этот троечку у нас тот который бабушки и не помню какой общем два два с половиной три это у нас пятерочка можно вообще поехать все купить всех размеров чтобы было потому что эмилия я думаю нас вязать будет меня в детстве очень цеплял вот это все вышивание вязание крючками что-то у нас есть друзья друзья всем привет я рад вас приветствовать и хотел не только от нас лично от себя поблагодарить вас вы самые лучшие подписчики вообще круто такие делитесь нашими видео комментируете ставите нам лайки столько позитива вообще супер мы крайне благодарны надеемся радовать вас в дальнейшем также до юля сказала камеру получили не знаю только счет пока еще не пришел или огласила список а я не помню короче ним не много не мало ой на красный свет как я шустро еду ну ничего мне просто короче 277 евро нам насчитали друзьям смотрите тут вода варе этого тема и стана для во дворе и стана что и тик на раствор из них не сетима короче все разломано что будут строить какую-то еще может пристроить может просто это временный мост но смотри там с другой стороны тоже короче этот временный мост я думаю на и на его месте на учет еще торговый центр какой-то забубень это он смотри видишь короче да он стройка такая моща в а это полюбас во временный мост я думаю здесь вот это вот все застроят может парковку сделают какую-нибудь фиг его знает пошли отсюда быстрее пока я их не набрала уважаю соленые грибы друзья не смотрите что мы заметили прикол одни мужики продавцы там продавец тут продавец там с телефоном и там внутри тоже сейчас ушел один продавец короче одни мужики продавцы сегодня на развес сухарики суши 1990 здесь суши выбор небольшой немножко закупились маловато как просто каталка маленькая как-то нормально влезло больше-больше да просто проще просто не влезла хорошего пути же ну как бы все нужное кроме кока-колы наверно полезный но выходных можно 4 4 вот так и патролитров но останется на следующий выходные тогда а так и покажу что мы купили на неделю это примерно у нас меню на неделю будет и все это на неделю оборону уходим до 60 евро мы за это заплатили покажем дома что купили с машину один раз ехала на работу и у нас на парковке птичка сидела черная птичка желтым клювиком а потом посмотрела в интернете это как черный дрозд они же улетают по моему зимовку вот не улетел бедняга либо раненый был черный дрозд сейчас не видела потом еще в другой раз у меня как раз его булочка была я его покормила тогда и потом еще раз его видела вот интересно они вообще улетают на зимовку или нет напишите пожалуйста птичка что друзья сейчас покажу вам свои продукты что мы купили наш вернее с вами уменьшился уменьшился уже уменьшился в общем показываю сейчас я покажу вам быстренько свои покупки что я купил туда все не влезло в общем остальное наверно выложу на пол картошка стоила евре 5 килограмм взяли опять со скидкой ветчинки вот это стоило всего 80 центов и здесь кстати 76 процентов мяса поэтому и взяли дети у нас или детскую колбасу мы себе берем на это у нас тоже ветчина евро 19 всего было это готлеровская колбаса тоже евро 19 садись аккумуляторе надеюсь не успею тортиллы виталия взял он хочет сделать какую-то мне рейс вы вроде еду вот лапша наверное осталось там в другом пакете тортиллы были тоже кстати по евро вот эта пачка была евро манка манка была евро 40 булка по евро 49 взяли свеклы свекла у нас 2,99 килограмма она в уксусе будем делать борщ сметану виталий берет такую безлактозную 53 цента по моему и вот кстати кто хочет нормальную сметану вот такая сметана деликейс деликейс делишес наверное сметана 20 процентная она точно такая же вот как эстонская сметана обычная кто привык она стоит подорожная стоит по моему евро 70 что ли йогурт который у нас сандр пьет все время яйца 15 штук 245 сливки в этот раз взяли 10 процентный потому что в сити маркете 4 процентных нету которые я беру в лидле апельсины ими ко мне тут пришла помочь на пол выложить села батареи быстро поменяла утенок туалетные рефилы кашу взяла такую 4 зерновой обычно беру в лидл к в лидле в лидл в лидл кашу беру тут как бы все такие каши все какие-то не такие как я хочу они все какие-то другие так дела и почему-то захотелось евро 49 дела вот таких вот картошек пять штук маленькие порционные вот когда очень знаете надо быстро быстро детей накормить а времени нету тогда вот как инзе должно у нас быть не самая полезная еда но очень быстро можно накормить печенье тук фарш по моему 43 95 750 грамм стоило вот эта лапша которую виталя будет готовить будет сам готовить кстати вот этот кисло-сладкий соус тоже к ней он взял так чё там она еще курица влезет не влезет куриные ножки евро 99 килограмм вот такие уже в этом маринаде они в общем и вторая такая жупачка вот такая вот большая здесь детские какие-то сладости остались вот это вниз положи пожалуйста это не продукты миша это не продукты миша это сандру а такой это острый я упала откуда ж я знаю сандр у нас просят такие он зелененький так зелененький у меня тоже есть блэй бастеры купили вот имели такую штуку купили не знаю правда что это такое за место нутеллы взяли вот такой потому что немножко подешевле а в принципе состав тот же самый в обоих все плохое и все хорошее одинаковое в общем вот так друзья доброе утро стыдно признаться никогда не варила банную кашу свою алюка шмана и миличка захотела вот стою ее варю на мне какая-то густая получается вот так вот 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 Субтитры подогнал «Симон»